Добрый день. На днях журнал «Юрист спешит на помощь» решил взять со мной интервью относительно инвестиционной тематики и, собственно, нашего проекта «Финверсия», который, конечно же, полностью посвящен этой тематике. О том, как развивается «Финверсия», о том, как ESG-повестка влияет на инвестиции, о том, что такое вообще ответственные инвестиции, о цифровых активах, о криптовалютах, о перспективах золота, об инфляции, которая также стала постоянным практически ингредиентом вот этого компота под названием частной инвестиции на фондовом рынке. О потенциальном сценарии глобального финансового кризиса и о поведении частного инвестора во всех этих вводных мы поговорили с главным редактором журнала «Юрист спешит на помощь» Евгением Машаровым. И видео-вариант этого разговора представляем вашему вниманию. Возможно, он покажется вам интересным. Есть ряд вопросов, которые мы хотели бы задать вам и осветить перед нашими читателями. В этом году порталу «Финверсия» исполнилось 6 лет. Какими результатами вы можете похвастаться за этот период? Любопытно, что наша история, эта 6-летняя, она показала, что наш информационный рынок, особенно в части финансовой, стал развиваться по знаменитому мему про английские тропинки, когда сначала ждут, где люди проложат тропинку, а потом мастят. И видно, что действительно огромная эволюция подходов к тем инструментам, которые сейчас нужны аудитории вообще, ну и вот аудитории, интересующиеся финансовыми вопросами, инвестициями в частности. Мы думали создать портал, при котором есть канал, а получилось, что мы создали YouTube и Zen канал, при котором есть портал, где уже такая информация, на которую переходят, ну, более, может быть, заинтересована более подробной, более серьезной, иногда более сухой информацией наши зрители. Так что основное достижение, вот, наверное, то, что совокупно, «Финверсия» сегодня около 170 тысяч подписчиков, и мы полагаем, что планку в 300 тысяч мы возьмем в очень быстром темпе, то есть менее чем за год, что позволит нам стать, наверное, одним из основных в России источников, по крайней мере, инвестиционной информации. Есть замечательный канал InvestFuture, он сейчас лидирует на этом рынке, есть еще несколько авторских YouTube каналов на тему инвестиций, есть несколько ресурсов разного плана на тему финансов, ну, вот, в совокупности, вот, мы, как бы, занимаем свое место. Ну, формальным признаком успеха можно считать, что вот уже четвертый или пятый раз по рейтингу «Медиалогия» мы входим, как минимум, в топ-20, иногда в топ-15 самых влиятельных финансовых СМИ России. Вот это, наверное, главное. И второй момент, что очень радует, то, что аудитория на каналах наших, совокупных, это не вот некое условное число непонятных, обезличенных людей, которые вот это посмотрели, прочитали и так далее, что мы видим сформировавшееся постоянное ядро, что среди них много действительно инвесторов, не пикинг жилетов, которые пришли порассуждать о чем-то таком высоком, рубль рухнет до 200, доллару, конец, ну, вот эти все крайности, да, а именно люди, которые инвестируют и с помощью нас как бы просто идут этот путь, разбираясь в каких-то новых инструментах, в новых реалиях, в новых правилах игры на российском рынке и так далее. Вот это главное, это очень вдохновляет. Да, интересно. А вы с самого начала шли к таким показателям, когда вот создалась финверсия, какие вот для себя масштабы деятельности, какие показатели вы планировали? Вы знаете, тут забавно. Тут с одной стороны мы планировали вроде как с одной стороны скромней, а с другой стороны больше, чем получили. Мы подсознательно, конечно, так как команда вся делала банкир практически с нуля, как СМИ до нас существовал только форум банкиров, то, видимо, подсознательно мы как бы хотели повторить то, что было там. Условно говоря, мы хотели сайт с посещаемостью 50 тысяч человек, считали бы это. Но в результате вот этой трансформации сайт у нас меньше, чем 50 тысяч, а совокупная вот сумма каналов больше, намного больше, чем в три раза, чем 50 тысяч. Поэтому тут двояко. Понятно. А за счет чего вы вот удерживаете такую ведущую позицию? Вы уже сказали, что входите в топ-15 цитируемых СМИ. Вот откуда получаете эту информацию? И, собственно говоря, какие медиаресурсы вы, может быть, читаете, сравниваете? С какой аудиторией, вот с какими СМИ конкурируете? Мы не то, что конкурируем. Я вообще думаю, что вот тему конкуренции в России, она как-то, с тех пор, как мы в капитализм зашли, вот мы первое, что научились из капитализма конкуренции, и мы часто придаем большее значение, чем в современном мире есть. У нас, кстати, есть прекрасное сотрудничество с другими СМИ, например, с журналом «Банковское обозрение», с рядом банковских журналов совместные, очень успешные проекты и коммерческие, информационные. Я думаю, основная причина и основной успех наш в том, что, во-первых, очень много людей с удовольствием нам помогло. Я имею в виду экспертов, участников рынка, активных фигур. Это и депутаты Госдумы, прежде всего, господин Аксаков, председатель комитета по финансовому рынку. Это и руководители профессиональных объединений, саморегулируемых организаций, которые вот работали со старта с нами так, как будто мы уже большие. Поэтому сейчас мы как бы отдаем им дань вот того аванса, который нам сделали эти люди на старте, просто в силу того, что мы, видимо, работали много лет с ними и раньше. И эти люди, мне кажется, на финверсию удалось сделать атмосферу, что эти люди говорят здесь достаточно искренне, в хорошем смысле, без цензуры, простым и ясным языком. А вторая линия, которую мы неплохо обеспечиваем, причем не сразу научились, это линия такой рыночной информации по основным мировым эмитентам, по основным событиям в макроэкономике. Причем это именно не рассуждение, опять же, в стиле пекинных жилетов, а конкретная информация, условно говоря, о чем последний аналитический доклад Банков Америка, что происходит с отчетом Теслы, что Всемирный банк, как скриклил прогнозы, условно говоря, по азиатским странам. Вот этот поток удалось наладить, а он очень нужен инвесторам, я по себе знаю. Вот этот поток, он очень помогает управлять своим портфелем. Вот как ни странно, вот поток «Промир» помогает управлять твоим, в общем, в мировом масштабе, крошечным портфелем, правильно расставлять точки. Не секрет, что вы, кроме того, что являетесь главным редактором портала «Финверсия», но вы многолетний эксперт на финансовом рынке, собственно говоря, вы являетесь и долгое время являлись экспертом Комитета Государственной Думы по финансовому рынку, вы участвуете практически во всех совещаниях с участием Банка России, Комитета Думы и, собственно говоря, с другими профильными комитетами, согласовываете и обсуждаете эту позицию. Вот как вы относитесь к той повестке, которая сейчас актуальная и которая звучит каждый день во всех средствах массовой информации, так называемой ЕСЭДЖИ-повесткой. То есть вот то, что сейчас анонсирует ЕС, анонсирует введение так называемого трансграничного углеродного налога, как вообще она приживется, ли она в Российской Федерации, та повестка, которой сейчас занимается в том числе Банк России? Я думаю, да, однозначно. Тут вот такой сложный момент. В конце августа этого года каким-то, может быть, не слишком понятным образом Татнефть пригласила меня выступить на своем традиционном нефтегазовом форуме в Татарстане. И там мы очень так даже зло спорили, потому что передо мной выступал некий академик, такой из нефтяных кругов, который говорил о несерьезности европейских политиков, о их популизме, об их, значит, вот, что все это, мол, ерунда. Более того, что вот этот углеродный след, вам еще не доказано воздействие плохое на среду нашего обитания, на земной шар. Я начал с того, что, вы знаете, доказать, мне кажется, это легче предыдущего оратора подключить вот к СО2 на время его доклада, и мы будем иметь доказательства прямо в зале. На меня жутко обиделись один, один из его, видимо, аспирантов, или там бывших учеников даже сказал, вы должны извиниться, и говорил о том, что, извините, господа, даже если вам, нефтяникам, приятно слышать на форуме о том, что все это ерунда и популизм, но вот эта данность и те июльские конкретные решения Евросоюза, как это по-английски, BIT5, да, которые введены, они предельно конкретные. У нас попытались сделать вид тоже, что вот это такой подлый удар под их российским сырьевикам. Но ведь это неправда, потому что они прежде всего своих сырьевиков озадачили этим налогом, а другим странам сказали, окей, не хотите платить сбор, введите аналогичный налог в своей стране. Получается такая забавная ситуация, что Россия может со своих сырьевиков ввести этот налог по аналогии с Европой. Так или иначе, что в этом решении? Во-первых, вот это дополнительная плата суклеронного следа. Во-вторых, уменьшение квот по авиаперевозчикам. И весьма, я вот подробно действительно изучал этот вопрос, весьма существенное уменьшение квот. Соответственно, в-третьих, мы видим, что 35-й год, год отказа Евросоюза от двигателей внутреннего сгорания. И более того, мы увидели, что Голландия досрочно вводит это в 25-м. 25-й это вот завтра дверь откроет, и он видит. Ну да, буквально за ним. Да. И вопрос, ну понятно, что Голландия, не Германия, не Франция, не Италия, не Испания, а страна, в которой нет собственных автопроизводителей. Те страны будут тянуть до 35-го. Но вероятность, что вслед за Голландией какая-нибудь Бельгия, Норвегия, Дания, тоже введут, у которых, ну нет, по крайней мере, необходимости поддержать своих автопроизводителей, высока. Поэтому мы можем сказать, что при нашей активной еще жизни, не то что в какой-нибудь там условной старости, да, мы увидим переход, я полагаю, вот я скоро хочу менять машину, я полагаю, что я последний раз сменю на бензиновую. Ну просто так мир устроен. Человечески ужасно нравится, конечно, этот подход. Мне кажется, он правильный. Ну просто как человек. Потом у этого подхода выяснилась там некая составляющая, что дорогой человечеству, хочешь жить вот в таком чистом мире, а будешь больше платить, потому что энергия будет стоить дороже. То есть беднее, но чище. Тут, наверное, каждый выбирает по себе. Лично я согласен, лично я согласен. Огромное количество людей на земном шаре, для них непривычно ломать уровень потребления. Они скажут, да нет, тогда лучше вот чуть-чуть грязнее, но привычнее. Я думаю, что по этому процесс будет идти не очень просто. Но мы видим уже, что даже если кто-то скептически смеется над всей этой историей, мы видим, что отчет вот в этом году буквально по продажам в Евросоюзе 20% уже автомобилей либо электро, либо гибридных. То есть 20% это очень серьезно. Два года назад Калифорния сигнализировала. А Калифорния в штатах, ну, во-первых, каждый пятый американец живет, каждый шестой. А во-вторых, в штатах Калифорния традиционный штат, на котором автомобильные тенденции такой. Штат автомобильный. И вот там Тесла вышла, по-моему, на какое-то очень приличное мнение. На третье, по-моему, место. Да, на место по продажам. Это был уже сигнал, а теперь вот он, сигнал у наших российских дверей. И когда у нас говорят, да нет, это выдумка. Ну, во-первых, для нас же привычно видеть, когда мимо приезжает нечто, на чем написано. Это электробус. Для нас это уже привычно. И я полагаю, что примерно с такой же скоростью станет абсолютно привычным появление электромобилей. Понятно, что в России нет зарядок, соответственно, нет автомобилей. Будет сеть зарядок, будут автомобили возникать махом. И даже если россиянам будет дорого купить Теслу, им будет недорого купить какой-то китайский, традиционно более дешевый вариант электромобилей. Я думаю, что эта повестка очень быстро придет. Понятно, что есть еще судоходство, и оно, конечно, долго будет углеродным. И понятно, что есть авиация. Но вот ей авиации снижают квоты. Плюс это, конечно, начало только. Но недавно Роллс-Ройс испытал первый электросамолет. Я слишком, видимо, плохо разбираюсь в технике, чтобы понять, насколько этой мощности хватает, неужели даже на полет. Но то, что мы двигаемся в эту сторону, это очевидно. А транспорт все-таки главный производитель. Другое дело, что противники СДЖ изменений говорят, ребята, но транспорт это только видимая часть потребления углеродов. Но все равно вот эта электроэнергия в этот транспорт вырабатывается зачастую на мазуте, нефти, угле и так далее. Да, конечно, но в то же время мы видим в Германии 40% возобновляемые источники энергии. Норвегия, которая традиционно работает на гидростанциях, тоже двигается. Для России эта идея тоже не дикая, потому что наша всю электрификацию начиналась... Мы с детства же помним ГЭСы, да, не про ГЭС же, а не про ТЭЦы, не что-то еще другое. То есть, по большому счету, не так уж сложно, даже ментально, ну, перейти к этому, мы уже это делали. Мне кажется, там просто будет много побочных вопросов, например, вариант атомного ренессанса. Потому что, если, скажем, Германия вообще запрещает атомные, а для Франции и для России это традиционное нормальное направление. И будет спор, вот хотите самое чистое, самое чистое это атомная электростанция, самый чистый вариант, и дешевый самый вариант. Но он и опасный, то есть, каждый день он тебе жизнь не портит, зато портит один раз, но очень серьезно. Мне кажется, вот здесь будут движения. И третья, последняя составляющая, норвежские фонды, BlackRock, начали выходить, перестают инвестировать в углеродные, скажем так, компании. А это ведь очень серьезно, потому что, ну, это движение больших денег. Сами компании, вот в этом году рекордный, исторический рекорд кэша на счетах нефтяных компаний. А они сами начинают инвестировать в это? Они же не то, что вот проигрывают ССЖ и пытаются сопротивляться. Нет, они уже перестают инвестировать. Я смотрел данные, например, по инвестициям в нефтеразведку. Вот в этом году они минимальны, не у нас в России, у нас в России постоянно сетовали, что вот убили разведку нефтяную. Но сейчас во всем мире они минимальны, а кэш максимальный, этот кэш начинает перебрасываться. Французский Total, главный загрязнитель, сегодня, значит, с удовольствием инвестирует, пока еще в венчурные проекты, возобновляемых источников энергии. Я просто думаю, что это будет ускоряться. Ну, крики вот уйдут, крики, мода, политика уйдет, но процесс все равно будет и он даже будет ускоряться. Раз мы уже заговорили вот о ССЖ-инвестировании, а вы сами думаете о покупке ССЖ-инструментов? Потому что говорят, что по ним доходность, в принципе, не меньше, чем по обычным уже финансовым, ставшим традиционным инструментом. Ну, вы знаете, нет, потому что я сам инвестор такой деревенский, классический, я в акции. Другое дело, что вот в моем портфеле очень мало углеродных компаний. Ну, просто в силу, что у меня в основном финансовый сектор, у меня бигтех, у меня розница и крайне мало. Я давно уже вышел из большинства нефтяных компаний, осталось буквально 1-2 позиции. Это было сделано не из принципа, просто мое предположение, что интереснее перспективы других сегментов рынка. А вот что касается инвестиций в ССЖ-инструменты, вот здесь как раз я вижу, пока элемент больше моды. У нас начали срочно упаковывать все, чтобы создать какой-то там повод для конференции, форума, круглого стола, релизик выпустить. Ну, и доходило немножко до абсурда, у Сбербанка был такой ССЖ-фонд, а там Норильский никель. Ну, после недавней истории, ну, очень зеленая, в буквальном смысле, когда все реки стали зеленые в момент разлива. Я не говорю, что Норильский никель злодей и мерзавцы, конечно, ну, всякое бывает. Техногенная катастрофа произошла, да. Да, катастрофа никто не застраховывает. Ну, когда видишь это в фонде, это уже даже, это не вопрос цинизма, это вопрос, ну, это явно погнались за модой. Вот как раз уже заговорили тоже об инвестициях, о том, что вы действительно многолетний инвестор. Вот у вас большая аудитория на YouTube-канале, собственно говоря, каждую неделю выходят передачи. Вот вы себя можете назвать ответственным инвестором? По какой-то степени, да. Ну, я, конечно, обычный честный инвестор, микроинвестор, когда даже наша аудитория, зная о каких суммах идет речь, часто говорят, вы в микро, тогда я микробный. С точки зрения мирового рынка, инвестор с 5-10 тысяч долларов и инвестор, управляющий портфельным миллионом, одинаково, все равно микро. Да, у него примерно схожее мышление. Другое дело, что, конечно, с тех пор, как портфель, который у меня в управлении, серьезно увеличился, первое, норма прибыли, которая стала удовлетворять, стала, естественно, меньше. Потому что 20% на 10 тысяч долларов и 20% на миллион, это, ну, просто разные суммы. Второй момент, что захотелось и в силу опыта, и в силу возраста, и в силу капитала, захотелось еще один иметь продукт с инвестицией, кроме прибыли, спокойный сон. То есть, соответственно, естественно, появилось максимальное хеджирование от риска. В портфель управляется так, что если завтра, как вот был повесть, если завтра война, да, вот если завтра мировой кризис очередной, я проснусь и увижу максимальный обвал, ну, за день явно не более, чем на 3%, максимум на 5%. Вот это появляется. В России с этим очень плохо. У нас очень рискованно инвестируют. Их три причины всего. Первое, не имеют опыта, вот этого опыта, переживания, что бывает на рынках, как он может двигаться. Второе, экономика у нас в России как в автомобиле. Это не просто некая вещь, вот если ты инвестор, ты с этим должен работать. Это место, где все самоутверждаются. Поэтому мы, русские инвесторы, мы такие вот все в версиях, мы вот знаем, что другая версия это дурак, а я вот, ну, вот это все увлеченно. И третья главная причина. Капиталы маленькие. Очень хочется быстрее их удвоить, утроить и так далее. Обвинять людей здесь невозможно, потому что инвесторы российские приходят с тремя, пятью, десятью тысячами долларов, ну, в долларовом эквиваленте или соответствующих рублей. И, конечно, их не будет устраивать инвестиции на 10, 15 и даже 20 процентов прибыли. Но я надеюсь, что эта болезнь все-таки пройдет, и мы получим класс ответственных инвесторов, вот просто в силу, что они переболеют всеми болячками, самоутверждения, погонами за сверхприбыли, и станут такими ответственными. Мы уже говорили вот о ESG-повеске, собственно говоря, но есть другая, не менее, как говорят инвесторы, хайповая тема, это цифровые валюты. На сегодняшний день для России эта тема тоже актуальна, при этом у государства, вы знаете, подход достаточно ограничительный к этой проблематике. Есть позиция Министерства финансов Российской Федерации, есть позиция Банка России. Как вы вообще смотрите на эту ситуацию с точки зрения как инвестора и с точки зрения эксперта, именно эксперта комитета Думы по финансовому рынку? Потому что здесь могут быть разные точки зрения, хотелось бы услышать ваше мнение. Лет пять назад я даже принимал участие в нескольких заседаниях экспертного совета финансового комитета Госдумы, как раз посвященных криптовалютам. Куда приходили силовики, потому что у них естественный вопрос, связанный с тем, что криптовалюта может быть инструментом незаконных платежей, наркоторговли и так далее. Действительно так. И мне что поразило, что наши силовики не так уж, не стоят тупо на позициях запретить, разорить, шагбаума пустить. Но тогда вот эти все разговоры кончились ничем, у нас маятник качнулся в сторону все-таки ограничения. А до этого он в сторону рассмотрения. А почему? Потому что президент России Владимир Путин, значит, с Виталием Бутериным на какой-то выставке, вот как бы проявил интерес. Вот сейчас, похоже, с одной стороны, то же самое, та же ситуация, что немножко смотрят с перебором на президента. А президент России в силу своего образования, опыта, работы, вообще-то вовсе не обязан и не является явным специалистом в крипторынке. Но на него может что-то произвести впечатление. Мне кажется, к сожалению, наши чиновники слишком пытаются угадать, в благожелательном отношении к криптовалютам находится конкретно Путин или нет. Ставя его при этом, кстати, в общем дурацкую ситуацию, они ему должны прийти как раз-таки с экспертным мнением. А не по принципу, мы сейчас принесли хорошее мнение, потому что вот вы на выставке сказали что-то хорошее. Но это проблемы чиновников, а что касается вот сущности, ну цифровую валюту мы же имеем в виду крипто, да? Да, криптовалюта, конечно. Ну понятно, что все государства мира боятся упустить то, за что Людовик XI дубасил по голове какому-нибудь герцогу Бургундскому. Монополию, да, на монополию по выпуску денег. А с другой стороны, везде понимание, что процесс пошел. Я лично сам не инвестирую в криптовалюты, я не являюсь криптоевангелистом, но и не считаю, что криптовалюта это большой пузырь, который свалится. Я думаю, что это какая-то совершенно принципиально новая сущность, которой еще предстоит много пертурбаций и падений и подъемов. Но в целом я бы оценил это как технологическую реакцию общества на то, что не только в России, как думают часто, а во всем мире государство слишком залезло пальцем, глазом и чем только можно в карманы, в кошельки. В кошельки, простых граждан, да. И всегда человек так устроен, и государство должно это учитывать, есть доля приватности и даже есть доля нарушения. Вот, ну есть в нашей жизни доля нарушения. Наехал на разметочку одним колесом, я не знаю, запарковался в неположенном месте, окурок кинул мимо урны. Невозможно сделать идеальное роботизированное общество. И вот то же самое и в финансах. Ну, то есть, когда слишком все прозрачно, общество имеет, вот, получило технологический ответ. Я думаю так, а что касается цифровых валют государственных, над которыми работают сейчас, по-моему, 80 центробанков, включая российские, то пока не вижу успеха. Я думаю, что успех будет, скорее всего, в Китае, где и общество дисциплинированное, и если что-то делают, засучив рукава, то делают. А пока я вижу, что это скорее попытка найти альтернативу, вот, мол, вам цифровое, но не крипто, то есть не скрытое. Но в криптовалютах все-таки вот это свойство крипто, оно одно из главных. Поэтому я думаю, что в ближайшие два года будет вот поиск нормального места крипты в обществе. Из последних я бы отметил один момент важный. Не то, что Сальвадор признал биткоин, и то, что на Украине дали какой-то статус, все равно это немножко в мировой экономике смешно. А вот то, что буквально месяц, по-моему, или полтора назад германским фондам лимит вложений в крипту повысили с нуля процентов до 20, а вот это уже серьезная история в пользу криптовалюты. Поэтому, вот, но я лично на эту ситуацию сижу с попкорном без всякого скепсиса и без всякого восторга сижу с попкорном, как инвестор смотрю со стороны. Ну, как раз вот недавний опрос среди инвесторов показал, что более 70% наших инвесторов, наших граждан готовы инвестировать в криптовалюту, собственно говоря, нежели чем в национальную валюту, либо золото, собственно говоря. Я принимал сам участие в вопросе, который вы организовывали, ассоциация форекс-дилеров, и я как раз ответил, как, по-моему, очень многие, что, в принципе, не исключают для себя в будущем вот работу с криптовалютами, либо с точки зрения платежей, либо с точки зрения инвестиций. У нас еще один вопрос, который уже касается макроэкономики. Инфляция во всем мире обновляет рекорды. Скажите, пожалуйста, вот ваше мнение, это все-таки временный эффект или это вот долгосрочное явление, которое уже будет у нас многие годы преследовать нас, не только нашу отечественную экономику, а и экономики многих стран мира? Знаете, тут такой момент возникает. Я как инвестор, вот моя инвесторская жизнь, там, 14-15-летняя, она прошла в мире, где инфляции, ну, по крайней мере, на развитых рынках особо не было. Поэтому, может быть, уже взгляд немножко сбит прицел, потому что кажется, что вот это норма, а инфляция это некая ненорма, а любая ненорма традиционно быстро микшируется нормой в этом мире. Но опытные товарищи напоминают ситуацию 70-х, если брать ту же долларовую инфляцию, что нормой может быть долгий инфляционный процесс. Поэтому сначала мне казалось, что вот заявление ФРС, что не волнуйтесь, быстро оседлаем эту инфляцию, это вот и есть то, на что стоит ориентироваться. В июле вышел замечательный такой подробный аналитический доклад Банков Америка, это вот после Морган Цель, моя любимая аналитическая группа в мире, где говорят Банков Америка, говорят, нет, это не вечный, но это не краткосрочный, а среднесрочный процесс на 2-3 года. Причем это частично не противоречит заявлениям ФРС, как бы ФРС оседлает, что не будет роста. Но вот инфляция доллара в районе от 3 до 5 как бы останется на 2-3 года. И третья крайняя точка зрения, условно говоря, символом ее Стивен Роуч, американский хазин, что эволюция доллара обесценивание на 30%. Тот же Саксабан говорит, да, мы согласны, что на 30, только не в моменте, как утверждает Роуч, а условно говоря, за 5-10 лет. Поэтому, похоже, надо потихоньку приучать себя к мысли, что новая норма это инфляция, именно инфляция. У нас все путают с девальвацией, то есть думают, что это означает, что доллар по отношению к другим валютам. Нет, конечно, он вкупе со всеми валютами может идти вниз. С исключением могут стать валюты убежища, швейцарский франк, но она не может быть все равно интересной для инвестора, вообще для экономических процессов. Это примерно как замороженные деньги. Поэтому я думаю, что, скорее всего, нам надо готовиться к долгой инфляции. Другое дело, что у нас в России вот этот вызов, он чудовищный. Мы не готовы. У нас в напряг доходы, мы очень объединили по подсчетам счетной палаты за последние примерно 10 лет, и мы как бы живем вот тютелька в тютельку, в притык. У нас нет особо накоплений в целом у общества, у нас нет особых возможностей. Ведь не инфляция страшна, а стокфляция. Когда инфляция, но есть экономический рост, отлично, все окей. Когда инфляция в стране хоть 8%, допустим, а у тебя доходы растут на 10%, окей, пусть это продлевается сколько угодно. А когда доходы падают, а инфляция продолжается, вот это история вплоть до критической. Поэтому за американскую инфляцию я меньше волнуюсь, чем за нашу. Говорили уже о России, да, и в основных направлениях денежно-кредитной политики Банка России на 2022-2024 год как раз заложен в 2023 году глобальный финансовый кризис. Есть все-таки предпосылки к нему? Или вот здесь, как вы считаете, мнение Банка России основано на чем? То есть, понимаю, откуда примерно, я не видел, кстати, этот доклад, но вот я еще год назад, мое предположение основное инвесторское, что все-таки суперцикл продлится худо-бедно весь 2022 год до 2023. Так что не сговариваясь, получается та же цифра. Но означает ли это, что в 2023 будет именно новый мировой кризис или просто перелом тренда существенный, мне представляется пока этот вопрос, конечно, открытым. Мне кажется, что вот этот новый кризис может возникнуть на теме либо вот энергетической в связи с этой самой ESG-повесткой, либо на теме перекосов на рынке труда. И объединение, ведь не только в России, 60 миллионов по миру по оценкам Всемирного банка стали ниже черты бедности. Всемирный банк говорит об этой проблеме для всего мира. Может быть здесь, но пока вот я бы не рискнул предполагать, что да, в 2023 году обязательно кризис. Я думаю, что Банк России в силу своих обязанностей в хорошем смысле перезакладывается. И это хорошо, то есть для него это как бы стресс-сценарий, то есть он предпочитает сориентироваться на худший вариант. Не в смысле, что вот он не прав и мы будем смеяться над ним, если в 2023 ничего не произойдет, а ну отлично, пусть закладывает худший вариант, а с лучшим как-нибудь мы исправимся. Это, кстати, действительно хорошая тенденция, в отличие от 90-х годов, когда мы по факту получали, собственно говоря, говорили об одном, а по факту получалась совершенно другая ситуация. Плюс вы сказали про рынок труда, не стоит забывать, что сейчас, если брать финансовый рынок, идет очень серьезная автоматизация процессов. То есть и, в принципе, и Сбер, да, говорил о том, что глава Сбера Герман Греф говорил о том, что будут закрываться многие отделения, то есть будет автоматизация процесса, переход на, собственно говоря, бесконтактный, без человека, опыт общения. Я думаю, что вот в этой связи, с учетом автоматизации процессов, с учетом глобальных финансового кризиса, какие три сектора экономики, вы считаете, в ближайшей перспективе будут привлекательны сектора экономики и сегменты финансового рынка? Если глазами чисто инвесторы, конечно, абсолютно, то на средний и долгий срок я точно понимаю, что в моем портфеле будет финансовый сектор, но с легким акцентом внутри. Меньше розничного банкинга и меньше страхования, больше инвестиционного банкинга и платежных систем. Второе направление, которое я однозначно буду держать на долгосрок, и я думаю, сектор перспективный, это Бигтех и интернет-гиганты. И вот несмотря на кажущиеся, ну как, они уже достигли пика, нереально. Я думаю, что нет, это будет продолжать расти, и сегодняшние показатели, условно говоря, Гугла, того же Майкрософта и Фейсбука, это через 2-3 года люди будут говорить, а, оказывается, входить надо было. Почему? Потому что Бигтех стал больше, чем сектором, он стал вот той самой экосистемой для других бизнесов. То есть он как бы теперь не может упасть, потому что другие сектора на нем. Но только экосистема не как у нас, часто поглотят что-то и говорят, у нас экосистема, я тут сожрал кое-что. А экосистема буквально, ну простой пример, вот мы говорили вначале о финверсии. А что такое финверсия? Это бизнес, развивающийся в экосистеме частично Гугла, частично Яндекса. Но при этом меня они не купили, не сделали там Гугл финверсия, Сбер финверсия. Я могу развиваться, могу закрыться, есть определенные правила игры в этих системах. В этом плане, поэтому Бигтех, он как бы уже не мог, это уже не датком, вот сравнение вариантов, что будет как с кризисом даткомов, нет. Он уже внутри всего, внутри всей экономики. Ну, например, как раньше деньги. И еще один сектор, который для меня представляется перспективным, это розница разного плана, вплоть от продуктовой и вплоть до развлекательной. То есть, условно говоря, Нетфликса и Дисней. Поскольку розница, как бы, ну, не то что совсем поставщик товаров, так называемого, неэластичного спроса, но вот чего бы ни происходило. В принципе, совокупно обобщенно, это производители товаров и услуг, которые мы все равно будем потреблять. Детей в мире будут водить в Дисней парки, смотреть кино, кушать продукты, кто-то, к этому можно отнестись, там, Бьен Мид, который производит искусственное мясо. Это все уже детали, но это будет происходить. А вот то, о чем вы говорили, автоматизация, роботизация, она как-то в последнее время, эта тема, эта угроза, она, видимо, под темой коронавируса немножко ушла. Но вот действительно, она стоит, и мне кажется, пока очень трудно предполагать, что из этого выйдет. Потому что, ну, одни говорят, вот смена профессии. Другие говорят, нет, человечество надо решать, в принципе, вопрос с безусловным базовым доходом, потому что этому миру уже не нужно столько будет работников. Трудно понять, в какую сторону это пойдет, но то, что, мне кажется, чудовищные проблемы будут, это да. Причем ведь не только автоматизация, дистанционка, она же ломает психологически, одни успевают успешно работать, другие просто срываются, выясняется, что, грубо говоря, некоторые виды работников напоминали вот домашний скот, который вот работает, пастух должен ударить, в стойло привезти, иначе не работается. То есть тут огромная еще психологическая ломка, я думаю, во всем человечестве идет. Да, вот вы сказали по поводу дистанционной как раз работы, и за последние два года показал опыт, вот уже нашей страны показал, что я могу, как юрист, сказать, что нам концептуально надо менять трудовое законодательство, потому что действительно тот действующий, действующий редакция трудового кодекса, всех вот локальных нормативных актов, которые были приняты в большом количестве корпоративных кодексов этики, она уже, в принципе, не работает. Когда у тебя 70% работников находится на удаленке, локальным актом или кодексом этики очень сложно заставить работать, то есть каждый работодатель не будет приходить тебе домой и смотреть, что происходит. И здесь, кстати говоря, появляется новое, наверное, понятие, ответственный работник, то, что было в советское время, когда нас приучали к этой культуре ответственной работы, и вот, собственно, она, думаю, что будет возвращаться. Я думаю, Евгений, знаете, что получится во многих компаниях, малых и больших, неважно. Вот ядро, люди, которые, ну, просто еще и психологически нацелены, что работает огромная ценность. И вот это ядро начнет постепенно зарабатывать больше, условно говоря, планктона, да, потому что у кого-то ценность, вот семья, дом работает просто способ добыть денег. И это ни хорошо, ни плохо, но просто вот жизнь такова, что вот сейчас это ядро, для которого работает эта ценность огромная, постепенно будет зарабатывать все больше, новая элита как бы во всем мире. А второй вот важный момент в связи с тем, что вы сказали, на мой взгляд, прям чудовищно важный. Тут же не только, действительно, смена трудовых кодексов, тут смена и налоговой системы. Вот сейчас даже Россия уже говорит своим компаниям, а если у вас иностранный работник работает у вас на дистанционке, даже не будучи резидентом, а платите-ка с него налоги. Компания говорят, да с чего это вдруг, да? И тут действительно, тут не то, что государство право или не право. Новый вопрос. Раньше резидент, не резидент, понятно. Ну, там, где ты физически находишься, там ты и работаешь, там ты плачешь налоги, если больше определенного количества дней проводишь. А теперь-то как? А теперь-то как? У меня человек может быть действительно абсолютно не резидентом России, но абсолютно работать. И во всем мире это может вызвать такую пертурбацию, что нам, по-моему, придется еще и вот с этими налоговыми отношениями. Ну, раз мы заговорили как раз о налоговой системе, действительно, многие европейские страны, они мягче, гуманнее относились как раз к понятию резидент, не резидент. У них эти процессы начались, скажем так, раньше, у них и вообще дистанционный режим работы начался на лет 10 вперед, чем у нас. И вот то, что налоговая система, и то, что вот сейчас тема очень актуальная, самозанятая, да, то есть мы говорили о том, что у нас очень большое количество людей, которые репетиторы, которые работают на дому, давайте их оформим самозанятыми. Посмотрите, какой процент у нас реально самозанятых в нашей стране. И многие не регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей, не платят налоги. То есть в этой части у нас получается, что, к сожалению, пока налоговая система не работает. И в принципе, наверное, надо, если уже говорить, то, наверное, надо подумать о том, чтобы сама организация платила налог, в данном случае налог на доходы физических лиц, либо, опять же, пересматривать в сторону того, чтобы гражданин самостоятельно, ответственно это делал, как с точки зрения открытия счетов в иностранных компаниях. У нас, вот мы помните, обсуждали на одном из круглых столов, то, что у нас с 2020 года ввели требование, что необходимо уплатить налог. И до сих пор многие инвесторы, мы с вами проводили вебинары, спрашивают, как заплатить налог, как, собственно, составить декларацию. И я считаю, что как раз в этом плане мы можем, как эксперты, помочь Федеральной налоговой службе составить наиболее такую удобную декларацию, удобную форму для заполнения, чтобы действительно облегчить людям. Многие люди, с которыми общаюсь, собственно говоря, которые обращаются, наши читатели обращаются в журнал, спрашивают, как вот заплатить, я самозанятый, как мне оформиться, как заплатить, или я, допустим, работаю на дистанционном режиме работы. У нас, собственно говоря, очень многие сейчас перешли на этот режим работы, но при этом не знают, куда обращаться, а потом приходят уведомления из налогового органа, что вы должны уплатить такой-то налог. Ну да, мне кажется, что вот это такой вызов, что либо вообще-то государство, то есть получатель налога, уже должно тогда взять на себя опции и налогового обслуживания, возможно, да, потому что, ну окей, ты получаешь деньги, тогда ты, пожалуйста, сядь и считай, да, мне. А часто в Штатах налоговый инспектор, приходящий на дом, помогает это сделать, а у нас как бы ты плохой, ты провинишься, но делай это как-то сам, а как? Плюс у нас государство так долго, по-моему, подозревало на россиян нежелание вообще платить налоги, что немножко недооценивает, какое действительно количество людей, инвесторов, самозанятых спрашивают. Я хочу как, причем не просто объясни мне как, а сделать, чтобы это как не съело кучу моего времени, потому что, ну просто нет времени, нет сил заниматься этими проволочками. Поэтому, мне кажется, да, вот по налоговой системе, а так как у нас всегда, мы все привыкли, что у нас налоговый агент, там, некая организация, не мы, то у нас будет тоже большая проблема, и пока, мне кажется, ответа на это нет. У нас, ну, один из плюсов России, мы действительно классно продвинулись на фоне многих стран с точки зрения вот цифровизации процессов каких-то отношений к государству, я имею в виду госуслуги. Но уже, на мой взгляд, я несколько раз говорил об этом, пора пенсионные и налоговые вопросы ввести, как-то имплементировать в этот механизм. Там же все может быть четко и прозрачно, и у меня иногда закрадывается сомнение, дорогой государственный, а ты само-то заинтересована в четкости и прозрачности? Тогда кажется, что не очень. Ну, и можно как раз объединить страховые взносы, то есть, в принципе, налоговые, пенсионные, страховые и, в принципе, единственные. Вот твои счета, вот твои индивидуальные счета, вот у тебя все видно и по пенсионной части, и по медицинскому страхованию, и пусть там же видно по налогам. И ты там же, как это говорили раньше, электрически, например, нажимаешь кнопку, государственный клерк, приходи, вот смотри, вот мои счета, вот прямо здесь даже встречаться не надо, помоги мне составить декларацию. Пока этого нет, жаль. Технически мы, вот здесь мы молодцы, мы технически к этому готовы. Вот еще такой вопрос, вас знает, как и автор многочисленных книг по инвестированию. Вот какие три книги вы бы посоветовали инвесторам, вне зависимости от уровня их подготовки? В многочисленных, главная книга еще не написана, я вот давно задумал книгу «Инвестиционный репетитор», где простым и ясным русским языком, хорошим русским языком, пушкинском, изложить вот главное в инвестициях. И это будет не математика, не графики, а прежде чем мы сами инвесторы, наши психологи, наши взгляды на экономику и так далее. Так что она еще не написана. А что касается неких книг, я, честно говоря, не любитель вот этой литературы. И когда меня спрашивают, что читать, я говорю, читайте там, условно говоря, Винни-Пуха или Карлосона, вот для инвестора будет полезнее, потому что хорошее настроение вам обеспечено и трезвый взгляд на мир. Я думаю, что важнее все-таки не книги для тех, кто хочет в этот мир прикоснуться, важнее быть в потоке. Я даже боюсь, что вот российский инвестор традиционно недооценивает, он пытается либо в книжке, либо в курсе, либо в каком-нибудь теханализе найти ответы. Потому что это разовое действие. Прошел курс, освоил, как правильно поставить линию сопротивления, линию поддержки. Или прочитал эту книгу. А хочешь инвестировать, изволь каждый день быть в потоке финансовых, экономических новостей. Больше – это поток меньше, но прости – это навсегда. Поэтому я бы посоветовал скорее даже, тем более, что многие люди сумеют посоветовать книжки, я не знаю, «Волновую теорию Эллиота», еще что-то. Я бы не советовал Кийосаки. Он почему-то порождает в результате такой упрощенный циничный взгляд на мир. Люди, которые ссылаются и цитируют на Кийосаки, лично меня начинают раздражать. Мне кажется, он умный мужик, но несколько такой пацанский цинизм по отношению к Канг. Начинающему инвестору точно не стоит профессионалу. Это будет как бизнес-коучу. То есть у тебя уже будут личностные установки, но ни черта это не даст тебе знания о мире. Я вот начинал в 14 лет с такого старого, толстого, у друга зажал на 2 года. А потом недавно господин Саватюгин мне помог, говорит, а этот справочник появился в Озоне, в Букинисте. Чуть ли не с 62-го или 61-го года, справочник такой буквально толстый, экономика зарубежных стран. Вот мне почему-то 14 лет было ужасно интересно. И когда мне говорят, вот вы с чего начали, с этого, как с этого, в смысле надо это читать. Да нет, конечно, не надо сейчас читать справочник, с 61-го года. Я говорю, надо просто, это контекстное знание. Оно должно формироваться, ну, к сожалению, оно должно формироваться. Ну, без этого никуда. Поэтому я бы советовал, я не знаю, читать наш портал, смотреть хорошие каналы, не обязательно наши. Именно информационно насыщенные, насыщенные не только мнениями. Вот я считаю, что вот мой прогноз верный, а Вася дурак. А насыщенные информации. Портал инвестинг считать. Вот, к сожалению, невозможно одной книжкой, одним курсом или одним приемом, теханализу, основу, можно научить за 10 минут. Как линию поддержки и линию сопротивления выстроить. Ну, вот это, ну, реально за 10 минут любого. Вот я бы советовал пойти в это. И то, что я точно вот не советовал бы, есть один антисовет. К сожалению, инвесторы начинающие ссылаются в фильмы «Волк» там с Уолл-стрит, «Игра на понижение», я не знаю, «Козленок» с лондонской фондовой, как угодно можно назвать. Вот хочется сказать всем, дорогие мои, вот это кино. Это вот кино, это тот же вестерн, просто на Уолл-стрит. Не надо думать, что вот это вот какая-то мудрость понимания фондового рынка. Не надо думать, что вот это вот крутые имиджи там, биржевик, аналитик. Вот не надо. Это такая же работа, как многие другие. Более того, работа совместимая с другой, потому что инвестором становится уже не профессиональный финансист, а там профессиональный хирург, профессиональный водитель, кто-то еще. Вот уберите из-за этих фильмов флёр цинизма. И звёзд. Звёздности. Имиджа крутого и шахматной партии. Хотите крутой имидж, возьмите, в пейнтбол сыграйте. Биржи. Это не про это. Вот совсем не про это. То есть мой антисовет, не смотрите дурное кино. Да, биржи это сложная работа, как любой финансовый рынок, это сложная работа каждый день. Собственно, и вы вот сказали по поводу нескольких книг. Действительно, вот как у нас у юристов говорят, два юриста, три мнения. То есть когда даже на первом курсе готовят юристов, преподают теорию государства и права, и, собственно говоря, всегда профессионалы, которые преподают, советуют читать несколько концепций, потому что ни одна из концепций только верной быть не может. И поэтому очень важно, собственно, в юридической профессии, чтобы действительно не было допущено ошибок, потому что у нас, как у юристов, так же, как и у хирургов нет права на ошибку. То же самое и в финансовом рынке. Если ты действительно опытный инвестор, еще ты, допустим, берешь деньги в доверительное управление, ты просто можешь потерять эти денежные средства. Если ты действительно не готов к этому, или ты не знаешь каких-то, скажем так, специфических подводных камней каждого сегмента финансового рынка. А вот то, о чем вы говорите, навело на мысль по аналогии к вопросу о книгах. Если к вам приходит человек, который спросит, что мне нужно прочитать, чтобы познать хорошим юристом, скорее всего, что помимо прочитать, ответ будет, ну, ты знаешь, наверное, тебе нужно принять участие в реальной жизни, в подготовке каких-то юридических документов, каких-то юридических процессов, вплоть до судебных. Да, вот здесь то же самое, то есть невозможно только по книжкам, или по курсам, или тем более по фильму стать инвестором. Иди, вот она настоящая, как это было у Гетты, сухая теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет. Вот я всегда люблю, хотя все сравнения для красивости произносить, но тем не менее, что это не дом, это не конструкция вот типа дома или завода, это скорее биология, это дерево, там оно растет, там вовсе не работают четкие законы, там веточка вот так пошла, а здесь так, а вот эта березка расцепилась в силу каких-то обстоятельств, а эта прямая, а эта крона и устремилась, а эта, значит, стелется по земле. Вот слишком живой мир, в нем надо жить все-таки, входить, не боясь входить, жить со здравым смыслом там, с элементарным, нежели с книжками под мышкой. Как говорят у французов, есть понятие такое, резон, это здравый смысл, или гильвецы, знаменитое высказывание, знание некоторых принципов легко вам компенсирует незнание некоторых фактов. Вот на фондовом рынке это однозначно работает. Не зря американцы, собственно, у них же есть даже бесплатные адвокаты, которые помогают, в принципе, там и бездомным, и людям с различными проблемами. То есть пока ты не увидишь, пока ты не окунешься, пока ты не составишь, допустим, первую какую-то жалобу пожилой женщине, или, допустим, человеку, который оказался, лишился крови, и пока ты не пообщаешься, не почувствуешь эту психологию, именно вот жизнь юридическая, ты готов стать юристом, и то же самое, как бы ты готов стать инвестором. Пока ты не набьешь шишки, ты, собственно, не поймешь, почему очень важен и ваш портал, и ваша, собственно говоря, деятельность, потому что у нас очень много псевдоэкспертов, у нас большое количество различных таких вот каналов, где рассказывают о том, что я точно знаю, как заработать. Вот в этом плане, конечно, спасибо вам большое за то, что вы делаете такую, действительно, как у нас говорят, пробона, да, бесплатную юридическую помощь, такую финансовую грамотность вводите в массы, это очень правильно. И вот у меня последний вопрос, какие, на ваш взгляд, не следует принимать решения при торговле на финансовых рынках? Вот такие три основных правила еще раз. Я боюсь три сказать, я вот несколько, первое, конечно, это все твердят, нельзя инвестировать в долг, будь то кредит взятый где-то в надежде, что я сумею, вот это нельзя, это создает неверную атмосферу. Нельзя инвестировать те средства, которые тебе могут по какой-то причине понадобиться из серии. Вот я сейчас немножко поинвестирую, а через полгода я начну дом строить, или мне нужно обновить машину, или еще что-то. Вот тогда лучше не инвестировали, инвестируй крошечной суммой, но точно готовой в случае чего уйти в долгосрок. И в средний срок, как минимум в средний срок. Нельзя инвестировать психологически не будучи готовым, причем человек может от природы быть готовым. А может ему кое-что надо поучиться. Умение откладывать решения по принципу «вот я сделаю это завтра», умение не паниковать, умение не поддаваться всему тому. Это долго говорить, но вот я их обозначил совокупно как признаки биржевого алкоголизма, желание каждый день быть в рынке, что-то делать и так далее. Такая ажитация, да? Да, вот у меня, к сожалению, есть такие, с кем мы контактируем, но нельзя так вот жить. То есть это всего лишь одна из сфер деятельности. Это как, я люблю велосипед, ну невозможно каждый день про велосипед говорить, кататься на велосипеде каждый день. То есть вот главное это то, что, например, фондовые или форекс-инвестиции вошли в вашу жизнь гармонично и заняли там гармоничное место, а не серии. Это стало главной причиной радости или расстройств и главным побудительным мотивом. Хорошего инвестора от плохого отличить легко, а плохой бежит к монитору или к телефону. И будь то рынок форекс, будь то фондовый рынок, это всегда одинаково. Спасибо большое, Ян Александрович. Вам большое спасибо за то, что согласились дать интервью нашему журналу. Наши читатели задавали вопросы, вот, и мы надеемся, что вы еще раз примите участие в интервью нашего журнала и, собственно говоря, будете с нами в дальнейшем сотрудничать. Спасибо вам большое. Спасибо. Легко принимать решения, зная о происходящем. Финансовые новости, мнения и аналитика от экспертов. Прогнозы и их исполнение. Важные события и актуальные возможности инвестиций. Будьте в курсе событий мира финансов с телеграм-каналом портала «Финверсия». Подписывайтесь на телеграм-канал, инвестируйте сознанием происходящего. Ссылка на регистрацию в описании под видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова